В этот праздничный вечер в очередной раз отдали дань уважения тем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны и тем, кто стоит на ее страже в наше время. Есть в жизни солдатской единый закон. С этим просто бессмысленно спорить. На почетных местах не только ветераны и труженики тыла, а также те, кто более 30 лет назад возводил в Нижнекамске монумент воинской славы. Активное участие в строительстве принимало и акционерное общество Нижнекамск Нефтехим. Благодаря нефтехимикам в город был привезен священный огонь с Мамаева кургана. Мы прямо с парада 1 мая уехали в Волгоград, а возвернулись уже только 9 мая. Когда мы вернулись 9 мая, именно к монументу Победы ждал уже нас весь город. Это было так торжественно, что мы выполнили такую миссию для города. Мы привезли эту частичку огня с Волгограда. Взяли мы ее на Мамаевом кургане, несли мы вахту, везли мы огонь в летучих фонарях. Но в первую очередь этот вечер был посвящен защитникам Отечества. Со сцены звучали стихи и песни о героизме и подвиге русских солдат. И, конечно же, слова благодарности ветеранам. Я думаю, что молодое поколение должно помнить, как наши ветераны завоевали наше мирное небо. И, конечно же, быть им благодарны. Не забыли и о тех, кто стоит на страже Отечества. Сегодня более 900 нижнекамцев проходят военную службу. Они настоящей гордость и пример подрастающему поколению. А для будущих солдат со сцены звучали напутственные и важные слова. Хотел бы пожелать тем ребятам, у которых все это еще впереди, не пасовать, не проявлять малодушие, идти с открытым забралом вперед и понимать, что именно армия, кто бы там как ни говорил, в первую очередь выполняет очень важную социальную функцию, которая помогает молодым парням стать взрослыми мужчинами. Концерт прошел на одном дыхании. Ветеранов отарили букетами цветов, аплодисментами и главными благодарственными словами. Спасибо за мирное небо над головой. Ассухофизова Роман Мальцев, НМЕДИА